Парфюмерия бюджетная Просто покажу, там рассказывать особо не о чем Так, ну что, давайте начнем И начнем мы с аромата от бренда Баракард Не знаю, насколько новая линейка их, но мне кажется, новая Потому что я, по крайней мере, ее только увидела Для меня новая, в общем, в любом случае Bright Side Я перевела название аромата как «Скрытая радуга», что ли В общем, поправьте меня, я тут не настаиваю Коробочку покажу Стоимость данного аромата в районе 200, по-моему, 50 рублей Здесь, кстати, на коробке указаны все ноты, которые есть Я обязательно выведу вам их на экран Ну, давайте, наверное, нанесу Хотя я, в общем-то, ну так, поразнашиваю этот аромат Мне в начале, в старте Пахнет, вот, знаете, каким-то огуречным лосьоном Отдушкой для какой-то уходовой косметики, такие как лосьоны, тоники Когда, знаете, пытались сымитировать запах чистоты и свежести В принципе, получилось, если бы не одно «но» Настойчиво тут чувствую запах вот какой-то латексности и пластиковости Наряду с этой огуречной какой-то свежестью И когда на кожу тестировала, прям вылезает такой четко ландыш И вообще, в принципе, вот все вот эти вот весенние белые цветы Ландыш, жасмин, но больше ландыша Потому что здесь присутствует вот какая-то свежесть Как будто бы на ландыше Вот, кстати, по поводу радуги, да, в названии аромата Я не знаю, насколько это может ассоциироваться с радугой, если честно У меня вот ассоциация прямая с ландышем Утром ландыш, на ландыше капельки росы Вот нечто такое, нежели какая-то скрытая радуга или спрятанная радуга Для меня это прям полностью цветочный аромат Здесь в начальных нотах заявлены сладкие цитрусы На моей коже их не слышно Практически вообще Ну, то есть, если вот просто предположить, что аромат собрали таким образом Цветочный и, скорее всего, в начале будет что-то такое вот цитрусовое Для яркости, скажем Причем на бумажке, вот я брызнула Можно подумать, что есть какой-то цитрус А на моей коже нет На моей коже это просто сразу-сразу свежий огуречный лосьон С огромным количеством таких свежих с капельками росы ландышей Вот эта вот пластиковость с моей кожи со временем уходит Но ощущение некого огуречного лосьона Не покидает меня до конца носки этого аромата Это, кстати, у аромата стойкость достаточно такая посредственная Следующий аромат, о котором мы поговорим Это аромат от бренда Es Parfum Про него достаточно часто спрашивают в комментариях Тестировала я, не тестировала Если честно, это мой первый опыт Es Parfum выпускают в основном ароматы По мотивам каких-то там нишевых или люксовых ароматов Но у них, не многие знают, у них есть также и авторская линейка Которая ни на что не похожа Это, скажем так, уникальный аромат Вот у меня в руках сейчас как раз-таки такой Называется он Nega Es 70 Во-первых, сразу хочу сказать, что на фоне первого аромата, о котором я говорила Он сразу ощущается более плотным, более сладким, более парфюмерным Вот как бы это ни звучало, более парфюмерия, чем предыдущий Цветочно-фруктовый аромат здесь есть в нотах гранат И действительно есть такое ощущение вот некой фруктовой сладости Но на фоне нее есть и вот эта гранатовая кислинка Которую сладость разбавляет и не дает ей скатиться прям вот в некую приторность фруктовую Если по нотам, то это плотные цветы с фруктами на почулево-древесной подложке На моей коже есть такое ощущение, как сладкоплотный аромат от душки для геля для душа Вот я когда-то встречала в гелях для душа фруктово-цветочных, вот очень похоже Но и здесь один есть момент Понятно, что на всех раскрываются ароматы по-разному, я сейчас списала как на мне Я недавно его носила, разнашивала прям так хорошенечко несколько дней подряд Для того, чтобы мой обзор получился полным Вот на моей коже есть ощущение некой отдушки в геле для душа Очень приятный, но вот отдушечки При этом его шлейф, если я не нюхаю запястье, вот куда нанесен аромат Просто шлейф, то есть я махнула рукой Или я прошла на улицу, ветерок подул, то есть я почувствовала непосредственно шлейф этого аромата Знаете, что мне очень напомнило? Мне очень напомнило и Доль от Lancome Вот такой же фруктово-цветочной сладостью, женственностью Шлейф прям люкс То есть люкс, причем, знаете, такой коммерчески популярный Многим понравится аромат, который не имеет неких специфических нот И специфического звучания в принципе И я не скажу, что это клон и Доль, ни в коем случае Но вот чтобы было понятно, что за направление, что за плотность Они прям по плотности очень похожи в шлейфе На моей руке это более свежий аромат, нежели в шлейфе Если бы я тестировала его, вот какие-то были слепые тестирования, я не знала бы ноты Я бы совершенно точно сказала бы, что здесь есть какой-то сладкий цитрус Типа клементина, мандарина, апельсина Потому что, и на самом деле меня это очень удивило Потому как никакие цитрусы здесь не заявлены Неужели это гранат так играется? Вот, ну тут удивление действительно Потому что явная какая-то цитрусовая Причем, ну серьезная такая Прям серьезная Это не то, что какой-то намек такой Где-то там в глубине этих цветов Случайно завалялась корочка какая-то апельсина Или дольчка апельсина Нет, это прям реально что-то, нечто вот цитрусовое Смотрите, вот в итоге что хочу сказать Кто любит сложные, непонятные, странные, специфические ароматы Которые нужно разгадывать, разнашивать и так далее И так далее, то есть другими словами для парфманьяков Это покажется простым Если вы не парфманьяк, если ваш нос посматривает в сторону Такой, ну более-менее понятной люксовой темы В цветочном, фруктовом направлении Я бы все-таки еще, с вашего позволения, добавлю цитрусового Вот можно присмотреться Потому что на фоне сегодняшних цен Стоимость аромата в принципе вполне доступна Более того, у них там есть разные миллилитражи От совсем маленького до полноценного флакона У меня, кстати, есть еще пробник J9 от Es Parfume Это уже аромат по мотивам, что называется Джо Малон Блаш Си Это цветочный аромат Ну, как бы на тему цветов, на тему розовых, розовых пионов Они здесь не слишком натуралистичны Тоже есть вот некое ощущение отдушки цветочной Здесь есть фруктовая кислинка И позже появляется замша Замша, кстати, здесь очень неплоха В плане того, что она действительно чувствуется Ощущается какой-то некой шероховатостью Не как кожа кислая, там вот в нишевой парфюмерии А именно вот замшевость, такая нежность У меня она ассоциируется даже, вот знаете Какой-то некой пыльностью Цветочек с пыльцой И вот по прошествии какого-то времени Вот это ощущение отдушки уходит Ну, цветочной отдушки появляется вот эта вот замша И аромат начинает вот играть По крайней мере, на моей коже слышится Вполне себе неплохо За ту сумму, которую стоит данный аромат Мы с вами переходим к следующему аромату Пани Валевские Руби Я недавно, кстати, в своем телеграм-канале Задавала вопрос, кому нравится, кому не нравится Мнения разделились на дыре Ну, как в принципе обычно это бывает Кому-то очень нравится Кому-то не очень А, да, кстати, еще был третий вариант Такое, знаете, покупают для баловства Здесь в нотах клубника, малина, мандарин, жасмин Земляника, мускус, пачули Клубника, земляника И столько ягодок вот этих, да Как бы так оно так Но мускус в пирамиде Заявленный звучит Здесь мыльновато на мой нос И в целом Для меня это Запах Земляничного Именно земляничного Не клубничного, а не маль Земляничного мыла Такого, знаете, большой брусочек Розового Единственное, наверное, скажу, что Запах земляничного брусочного мыла Не такой сладкий Здесь достаточно много сладости Но в целом Мускус тут мылит Довольно плотный аромат Если честно Не знаю, как к нему относиться И не знаю, какую оценку от себя ему дать Потому как, во-первых, в принципе Я не очень люблю подобное направление Оно у меня все время ассоциируется С каким-то детским Несерьезным ароматом Но Допустим, если, смотрите Если взять в Хаяте Тоже такая тема От Атар Коллекшн Тоже такая тема Вот эти все Клубнички Сливки Сливочное Сливочный мороз Сливочный пломбир Клубничный пломбир Вот эта вот вся тема Но если их сравнивать То на мой нос Вот это Аромат Более серьезный Более Сложный Потому что он Более парфюмерный То есть Вот если мы Представляем Парфюмерия Этот аромат Вот у меня В мое понимание Парфюмерия укладывается А вот этот аромат Не очень Ну вы, наверное, кто меня долго знаете Знаете, что я просто на дух Не переношу Хаяте Для меня это просто страшный сон В парфюмерии Если честно Я его ощущаю Я знаю, что он очень комплиментарен И очень многие девушки его любят И описывают Как что-то Сладкое Нежное Вкусное Для меня это прям химоза Вот Я ничего не могу с собой поделать Здесь хоть мыло ощущается Но я не чувствую Прям такой вот химозности Для меня все-таки нет И вообще Мне кажется Что создать достойный Дорого звучащий аромат Ягодно-цветочный Довольно сложно В основном Это скатывается Либо в мыльность Либо в детскость Поэтому Не знаю Многие, кстати Вот Ну Для сравнительного анализа Что называется Многие этот аромат Сравнивают С клубничной пенкой Это когда варишь Старость пришла Это когда варишь Клубничное варенье И вот эту пенку снимаешь Вот она пахнет так Я не знаю Чего сказать Ну честно Ну Наверное Клубничное варенье Ну Наверное Пенка Не знаю Я то ли Настолько не люблю Такое направление То ли это действительно Звучит Не Мне просто Даже его разнашивать Было почему-то Не очень приятно Я вот понимаю Что мне надо его разнашивать Для того Чтобы что-то рассказывать А у меня желание Только одно Смыть Вот смыть Я вот хожу По 20-30 минут Смываю Потом на следующий день Думаю Ладно Еще там микродоз Я не скажу Что он противный Нет У него нет такого Что ой Там какая мерзь Давайте быстрее Что-то там Смоем Нет Но он мне неприятен Поэтому рассказывать об этом Я не знаю В целом Это да Это большое количество Малинок Клубничек Земляничек Мыльный вот этот Мускус Который во рту Стоит земляничным мылом Здесь достаточно Много сладости Он сладкий Но приторным Вот каких-то Сахарным Я бы лично Его не назвала По крайней мере Вот на моей коже Мне кажется Что мускус Вполне удачно Разбавляет Вот эту вот Ягодную сладость Для того Чтобы это не было Прям попослепательно Парфюмерно Да достаточно Я еще раз повторюсь На моем нос Вот это более парфюмерно Чем вот это Например Для баловства Как кто-то написал У меня в телеграме Да вполне возможно При условии Если нравится Такое направление Сейчас прям знаете Что захотелось Вот прям вдыхаю Стол Деревянный Рассыпаны ягоды Клубника Малина Земляника В основном Земляника Ее только что Притащили с леса Рассыпали Какие-то ягоды Подавились Кто-то что-то варит Из этой землянички Ладно Пусть будет варенье А рядом кто-то Моет руки Земляничным И вот доносится Вот это Смешение ароматов Варева Вот это вот земляничное С запахом Кускового Земляничного мыла И вот это вот Все вместе смешалось Это она Следующий аромат Тоже от Пани Валевски В синем В синей коробке Классик Я этот аромат Впервые Потестировала Не так давно Где-то примерно Полгода Год назад Мне моя подруга Ира принесла Парфюм Ее бабушке Который стоял У нее на полке Наверное Лет 15 Это совершенно точно И мы тогда В одном из Видео Его описывали Я сказала Что это просто Невероятно круто Дорого Такое Красивое Качественное Ретро Решила себе Купить флакон То что Налито В мой флакон Это Слишком сильно Отличается От того Что я тестировала У Иры в ее флаконе Которому там 15-20 лет Может быть Сейчас изменили Формулу Аромат стал пахнуть По-другому Но Я хочу сказать Что он мне Очень понравился Здесь в нотах Альдегиды Жасмин Роза И ландыш По-моему Вот в целом Это пахнет Куском мыла Но только не земляничного И не вот с этими Всякими Душечками А цветочное Хорошее Кусковое Большое Дорогое Важно Важно Дорогое Мыло Мыльность здесь Очень сильная Вот эти альдегиды Здесь прям Пашут За троих Эту чистоту Вот эту мыльность Да Чистоту Ее можно назвать Сильный Аромат очень сильный Вот например Взять Какой аромат Байреда Бланш Да Тоже вот для меня Это кусковое Цветочное мыло Но там нежнее Но там более Девичье А здесь сильный Такой запах Сильная мыльность Сильная настолько Что вот Знаете В сторону Ретро Какого-то Вообще В целом Если вот говорить Про картинки Которые появляются В голове Это Трюмо У бабушки На этом трюмо Стоят Маленькие Флакончики Французских Духов Французских Духов Причем Почему-то Маленькие Флакончики Прям вот Духи Не парфюмерная Вода Не туалет А прям Духи И рядом Стоит мыльница Не Не мыльница Рядом Стоит шкаф В котором Лежит Огромное Количество Что называется Впрок Больших Кусков Цветочного Мыла Мыла Светлого Цвета И вот Этот шкаф Вся Одежда И все Белье В этом Шкафу Пропахли Этим Сильным Термоядерным Мылом Огромным Количеством Кусков Этого Мыла И вот Это Маленькие Флакончики Натермо Ретро Духов И сильный Запах Кускового Мыла Причем Знаете Вот это Цветочное Кусковое Мыло Граничащее Даже с Хозяйственным Мылом Вот такая Какая-то Тема То есть Это не Современные Куски Мыла Типа Палмалиф Это Вот Прям Самое То Мыло Кусками Мне Очень Понравилось Я считаю Что Звучание Этого Аромата Значительно Превышает Его стоимость Но Не для Всех Это Прям Вот Для Любителей Я просто Знаете Почему Такие Люблю Ароматы Они Очень Атмосферные То есть Ты их вдыхаешь У тебя сразу Картина Перед глазами Прям Сразу Мгновенно И ты Прям Переживаешь Ты Прям Вот В этих Картинах Он Прям Раз И историю Тебе Рассказывал Я вообще В принципе Люблю Парфюмерию Ту Которая Рассказывает Историю Вот Эта Парфюмерия История Не рассказала Следующий аромат О котором мы поговорим Это Тезори Дориэнте Их Очень много Ну как много Мне кажется Ну десяточек Точно есть В этой линейке Я их потихонечку Собираю Собираю Наверное Однажды Придет время Когда я сниму Отдельный обзор Посвященный им Они продаются На Вайлбре Стоят не так дорого Флаконах Многих привлекают За их Необычность Не знаю Как уникальность Но По крайней мере Для парфюмерии Это выглядит Точно Необычно Для меня читается Поэтому просто Напишу вам Название на экране Ну и так же Я выведу вам Пирамиду При первом распылении Есть ощущение Шоколадности Какого-то темного Чуть горковатого Шоколада Который Впоследствии Еще и Становится Ванильным Здесь еще Поначалу Вот это Как некая Шоколадность Шоколада Кстати здесь нет В нотах Ничего подобного Там ни какао Ни шоколада Я не знаю Что именно Может быть Имбирь Я не знаю Что Но есть ощущение Сразу На ночь Съедобность Гурманика Вот Да Вот так вот Потом наверное Скорее всего Вот орхидея Именно как она есть Я имею ввиду Вот как она звучит В парфюмерии Но Смущает меня Что здесь Я здесь тоже Пластиковый Чувствую Вот ненатуралистичность Вот этой орхидеи Это как будто бы Знаете Вот орхидея Стоит В пластиковом Ведре Такая И вот ты чувствуешь Запах Из самого цветочка Орхидея Какую нюхала Что ты запах Там не особо чувствовала Ну не суть В парфюмерии Орхидею Как правило Показывают Очень густым ароматом Плотным ароматом Таким цветочным Плотным Нуарным Но суть в том Что ладно Представим Что орхидея Пахнет так Что она пахнет Очень сильно Но она в пластиковом горшке И вот этот пластиковый горшок Он новый Его только домой Принесли И вот этот запах Пластика Еще не выветрился Слушайте Может быть Мой нос На это Наточен Может быть Никто так Его больше не услышит Но я чувствую Эту пластиковую Никогда не могу От этого деться Единственный плюс Я могу сказать По поводу Этой пластиковости Она быстро Улетучивается В базе моей кожи Остается Гурманика Остается гурманика Тут хоть и древесные ноты Заявлено Кашмировое дерево Сандалы Так далее Так далее На мне Это Мягкая Теплая Амбара С огромным количеством Ванили Я думаю Что это сочетание Дает мне Опять-таки Возвращает меня В гурманику И в шоколадность Я не скажу Что аромат При плотности При первом нанесении Супер шлейфовый Какой-то К моей коже Он приклеивается Сидит достаточно Близко И в принципе Могу его назвать Даже уютным Ну не супер Какое-то дорогое Звучание Если честно Но за 600 рублей Побаловаться можно Особенно любителям Гурманики Вот это Ванильно-древесной Базой Теплой Мягкой Уютной Ну и последний Аромат На который будет обзор И потом еще покажу Свою недавнюю покупку Тай-спа Аромат называется От того же бренда В зелененьком Флакончике Подобный Предыдущему Не знаю Пока не поняла Нравится мне Эти флаконы Нет То, что они Необычно Выглядят Да Ну прикольно За эту цену Прикольно Заморочились По крайней мере Хочется сказать Пластиковая Очень дешевая Очень легкая крышка Дешевенький Такой поливилизатор Завальцовка Ну а кстати Очень важно Очень важно Дай бог Дай бог памяти Как он называется Тропические фрукты Манго В нотах Перепутать Пахнет все-таки А именно А именно Завем это экзотическими фруктами Для любителей цветочных ароматов Для любителей Сливочно-ванильной Туберозы В первую очередь На самом деле Очень заветую Присмотреть Ну еще один аромат О котором расскажу Это Не удивляйтесь Это Одеколон Шипр От Новая Заря Баракар Тут написано 1864 год Купила его Исключительно Ради Прикола Мне хотя Думаю А вдруг Это действительно Такой Красивый Дорогой 180 рублей Дорогой Шипр Мшистость Еловость Такой Я вот Хожу По лесу Гуляю Недавно Дождик был И Мох Еще кое-где Влажноватый Пахнет лесом Светом Ну мало ли Ну нет Нет Пахнет все-таки Это Дешево Кстати я ожидала Что аромат будет Более Настырный Более Так Бух Такой Нет Он вполне себе Тихий Может быть Раньше Когда выпускали Это было что-то Ядреное Нет Довольно быстро Кстати Улетучивается С кожи И Аромат довольно Приглушенный Спокойный Но Конечно Он Не богатство Не дороговизна И Ну это Конечно Не то От чего Я бы получала Удовольствие На своей коже Поэтому Ну Теперь он стоит Можно Кстати 61% Алкоголя Порщи прижигать На этом На сегодня И все Я надеюсь Что вам было интересно Сегодня со мной Спасибо за ваше Потраченное время Желаю вам хорошего Дня Или ночи Я надеюсь Что мы увидимся С вами В следующих Видео На сегодня Все Пока